Время подводить итоги на Артик ТВ в студии Александра Литунская. Здравствуйте! Ледокол Ленин, северное сияние, арктическая кухня и многое другое можно было увидеть в Москве. Делегация Мурманской области представила Кольское Заполярье жителям и гостям столицы. Звонкие песни, яркие танцы и незабываемый запах региональных кухонь. Международную выставку форумного ДНХ открыли с размахом. Мурманская область не осталась в стороне и показала гостям свои лучшие стороны. На самом деле очень важная выставка для того, чтобы для жителей нашей страны показать, что такое Россия воочию. Очень сложно объехать все регионы. Мы самая большая в мире страна. Но у нас есть чем гордиться. Мы привезли от Мурманской области лучшие не только достопримечательности, но и достижения региона. Гости Мурманской выставки встречают памятник защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. В северяне его ласково называют Алеша. За его широкой спиной расположился нос атомного ледокола «Ленин», куда можно зайти и узнать историю Кольского края. Полюбоваться видами мощных торсов и яркого северного сияния. Дорогие друзья, всех поздравляем с праздником. На самом деле большая честь быть одним из регионов этого прекрасного проекта. Мы уже встречаем в Мурманской области гостей с паспортами серебряного жереля, которые приходят к нам за последней печатью. На площадке «Дом российской кухни» мурманские рестораторы представили арктические блюда. Перлов. Северный плов из перловки с олениной, квашеной капустой и брусникой. Блины с морожкой и сметаной. Солянку с мясом оленя. Кедровыми орехами и брусникой. Русский суп на огуречном рассоле с форелью и мурманской треской. Колья. Чай. Согревайка. Мы с вами жили в 90-е годы. Мы проживали в Мурманске, но теперь в Москве. И очень много нового благодаря вам мы узнали о Мурманске. 22 декабря на выставке целый день будет посвящен Мурманской области. Стенд региона станет центром экспозиции и всем покажет свои достижения в различных сферах. Посетители увидят яркие выступления творческих коллективов, а также смогут попробовать Арктику на вкус. Давайте еще чуть-чуть. Еще разом. На меня теперь. Только это видео. Да. Да, ага. Есть. Закончит свою работу выставка форум 12 апреля следующего года. В этот день будут организованы тематические экскурсии по шести маршрутам. Искусство, общество, технологии, энергетика, экологии, профессии. Кольская ГМК намерена демонтировать закрытый в 2020 году плавильный цех и участок производства серной кислоты на промплощадке в поселке Никель, сообщает Интерфакс. Согласно проектной документации, запланирован демонтаж 96 зданий и сооружений. Проведенная оценка свидетельствует, что уровень их износа в основном составляет 70%. Проект также предусматривает рекультивацию земель. Раньше шли разговоры о переориентации строений по другие нужды и даже развития на промплощадке промышленного туризма. Но, судя по всему, состояние инфраструктуры сделать это не позволяет. Плавильный цех ГМК в поселке Никель был оставлен 23 декабря 2020 года после 74 лет работы, что полностью ликвидировало выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегии. Самый северный горнолыжный курорт страны первым дал старт зимним катанием. Любители сноуборда и горных лыж собрались в Хибинах, чтобы проверить качество трасс. Проехать по первому пухляку, пообедать в горах или просто проникнуться зимней атмосферой. Сотни северян и туристов региона приехали в Кировск на открытие горнолыжного сезона 23-24. В Хибинах немало оборудованных трасс для разного уровня подготовки. Освещение позволяет комфортно кататься даже в полярную ночь. На склонах работает система искусственного оснижения. Обустроены зоны проката инвентаря и снаряжения, а опытные тренеры всегда готовы поставить правильную технику. Это самый высокогорный курорт северо-запада России, на севере России. Высшая точка 1060 метров над уровнем моря, нижняя точка 300. То есть общий перепад около 700 метров от подножия до вершины. Курорт располагает порядка 30 километров горнолыжных трасс, 25 лыжных маршрутов. Но самое главное, сезон катания начинается с конца октября и заканчивается в июне. И потому считается самым продолжительным в России и Европе. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов. И с каждым годом интерес растет. На открытие первый раз и вообще второй раз в Кировске. Очень ждали снега. Ну, чем привлекает, нравится здесь. Широкие трассы для новичков очень удобно. Не врежешься в дерево. Я в целом вообще нулевой никогда не катал. Его с друзьями приехал, буду здесь учиться, пытаться учиться. Хотя у нас тоже Архиз, Донбай, Брус все рядом. Но как-то вот с друзьями сюда приехали. Очень удобно, хороший город, это самое близкое. И самое выгодное там по цене-качеству гора к Санкт-Петербургу. Поэтому мы сюда ездим постоянно. День открытия у подъемников собирались длинные очереди. Любители зимних видов спорта спешили обкатать трассы. Кто пока не готов был покорять горы, следили за праздником у подножья. В программе огненное шоу, выступления местных артистов и диджея, а также розыгрыши призов. С приветственным словом выступил и глава Мурманской области Андрей Чибис. Всех ждем в гости. Самый длинный, я думаю, будет сезон в этом году. И, конечно, удовольствие и эмоции людей они переполняют. Они мотивируют развивать город дальше. Спасибо нашим партнерам, компании «Фосагра», с которыми мы вместе инвестируем в его развитие. Спасибо федеральному правительству за поддержку. В планах по развитию склона на ближайшее время открыть две новые канатные дороги. А также в самом Кировске уже ведутся работы по созданию аквакомплекса и нового отеля. В Кольском районе завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств. Препараты при себе держал ранее судимый за кражи и грабежи житель Мурманска, автомобиль которого по наводке остановили инспекторы. Полицейскими были изъяты приспособления для курения, а также три пакета с неизвестным веществом и один с таблетками. Кроме того, был изъят предмет, похожий на пистолет. Позже экспертиза подтвердила, что молодой человек хранил при себе запрещенные препараты, а оружие, находившееся при нем, было предназначено для стрельбы только холостыми патронами. Обвиняемый свою вину так и не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу. 8 ноября отметили день рентгенолога. Наша съемочная группа посетила Мурманскую областную больницу для того, чтобы поздравить сотрудников с праздником, а заодно узнать последние новости отдела лучевой диагностики. Людмила Акульчева – врач-рентгенолог высшей категории. В специальности почти 40 лет. Оглядываясь назад, понимает, что сделала правильный выбор. Своим профессиональным путем довольна. На работу приходит с улыбкой. Коллектив как родной. Условия комфортные, оснащение передовое. Наверное, неспроста день рентгенолога находится рядом с днем Великой Октябрьской социалистической революции. Потому что в рентгенологии тоже, можно сказать, революционные сдвиги. Особенно то, что касается рентгеновской компьютерной диагностики. Это вообще космос. У нас есть цифровой архив рентгеновский. Это очень большое значение имеет в диагностике. У нас появились цифровые аппараты. С помощью цифровой аппаратуры мы можем работать дистанционно. Проводить обследование больных. Как рентген-лаборант, так и врач-рентгенолог. Но отмечать праздник Людмила Ивановна, как и большинство коллег, собирается на работе. Людей компьютерами не заменить. И потому каждый врач на вес золота. В учреждении охотно ждут молодых специалистов. Их всегда готовы плавно ввести в курс дела опытные наставники. Смысл, цель нашей работы, ради чего мы все это делаем. Для того, чтобы все-таки помочь пациентам. Для того, чтобы правильно как-то приблизиться к диагнозу. Как бы быстро и точно выполнить диагностику. Чтобы снизить заболеваемость. Ну и в конечном итоге смертность нашего пациента. Как раз очень хорошо бы было, если пришли врачи именно в кабинет магниторезонансной томографии. У нас сейчас много аппаратов. Четыре аппарата. Каждый аппарат работает в две смены. И врачей нам, лаборантов хватает, а врачей немножко не хватает. За последние несколько лет в отделе лучевой диагностики много что поменялось. Технологии стремительно развиваются. И потому оснащение необходимо обновлять. Так появилась современная цифровая рентген-техника. Высокопольный магнитно-резонансный томограф экспертного класса. Новый КТ-аппарат. Обновился очень сильно парк оборудования. В частности, тяжелые оборудования. Это МРТ-аппараты и КТ-аппараты. Благодаря чему у нас введены новые методики исследования. Такие, которые есть во всех федеральных центрах. И у нас теперь в области их можно тоже проводить. Например, если исследование на МРТ – это молочная железа. Если исследование на КТ, то это биопсии различных органов и тканей под контролем КТ. То есть, когда берут кусочек ткани, лежа у пациента на томографе под навигацией. Благодаря передовым технологиям Мурманская областная клиническая больница имеет возможность делиться своими исследованиями с другими медицинскими учреждениями. Специалисты медицинской организации часто участвуют в международных и российских конференциях. А также помогают с консультациями коллегам из области. Несмотря на высокую загруженность врачей и их тяжкий труд, они уважают, любят и с трепетом отзываются о своей работе. Хотелось бы поздравить всех уважаемых коллег, которые работают на самом Мурманской области. Поздравить с этим нашим профессиональным праздником. Пожелать всем побольше интересных пациентов, но поменьше проблем с описанием этих пациентов. Потому что чем интереснее пациент, тем он сложнее на самом деле. В Мурманск области стартовала неделя информирования о заболеваниях дыхательной системы. Заболевания дыхательной системы в наши дни только учащаются. У многих это постковидные последствия. В рамках недели информирования о заболеваниях дыхательной системы врач-пульмонолог областной больницы рассказала о самых распространенных случаях. По пульмонологическому профилю достаточно большое количество заболеваний. Наиболее часто к пульмонологу обращаются, как правило, хронические бронхиты, бронхиальные астмы, заболевания легких, связанные с одышкой. Не обязательно чисто пульмонологического профиля, но и сопутствующие патологии, в том числе и с кардиальной, эндокринологической, и другими профессиональной патологией. Очень часто случаются затяжные процессы после ОРВИ. Как только появились первые признаки плохого самочувствия, нужно идти к терапевту. Пациента направят на спирографию, благодаря которой оценят объемы дыхательных путей, легких и бронхов, сделают флюорограмму или рентген грудной клетки, а после назначат лечение. При необходимости отправят к пульмонологу, который возьмет пациента под свое заботливое крыло. Но лучше вовсе не допустить болезни и помнить о профилактике. То есть своевременно обращаться за лечением, выполнять строгие рекомендации своего лечащего врача-терапевта, вести здоровый образ жизни, то есть курение, конечно же, мы исключаем, больше прогулок, занятия спортом и вообще легкие любят вентиляцию. То есть если вы гуляете, не сидите на месте около телевизора, активно занимаетесь собой, ведете активный образ жизни, то в этом случае, наверное, с позитивным настроем болезней люських не будет. Мария Анатольевна уже в течение нескольких лет приезжает в больницу из Никеля дважды в год. Сейчас это делать еще проще, благодаря бесплатным шаттлам, которые недавно запустили по всей области. Чувствую себя стабильно, хорошо, благодаря не только своим усилиям, но и усилиям наших врачей, пульмонологов в частности. Очень замечательная женщина. Привезла с собой кучу карт, все она мне просмотрела, сделала вывод и сказала, что в общем-то неплохо. Неплохо. Захотели, отдохнули, полежали, чайку попили и домой. По словам врача-пульмонолога, лечение дыхательных органов Мурманской области идет в ногу со временем, а все нововведения, которые есть в России, осваиваются местными пульмонологами. Друзья, напоминаю, что неделя проходит, когда врачи рассказывают о заболевании дыхательной системы. Сегодня у нас в гостях Анна Андреевна Беляева. Здравствуйте, Анна Андреевна. Здравствуйте. Врач-педиатр, аллерголог, иммунолог Мурманской областной детской больницы. И сегодня поговорим, собственно, о профилактике заболеваний дыхательной системы в детском возрасте и подростковом. Да. Да. Итак, на что стоит родителям обратить внимание, что является источником, так сказать, повышенной опасности для возникновения каких-то заболеваний, которые могут потом хронически или как-то осложнить жизнь в будущем. Ну, в детском возрасте есть своя специфика, да, у детей есть рождённые заболевания лёгких, которые выявляются уже на этапе родома, да, проводится ненатальный скрининг. Вот. Следующий этап – это, то есть, наблюдение чужого педиатра. И есть ещё приобретённые. Приобретённые заболевания лёгких, ну, это чаще всего, конечно, инфекция, да, то есть формирование какой-то хронической инфекционной патологии. Вот. Бывают травмы дыхательной системы, бывают и народные тела, ну, бывает, к сожалению, онкология. То есть, ну, спектр заболеваний дыхательной системы очень широк. Ну, вот там, где родители могут повлиять, и вот, не знаю, как это. Что зависит от родителей, да? Да, может сыграть позитивную роль. Ну, от родителей что зависит? Ну, отказ от курения самый такой банальный, уже избитый. Родителям не курить, чтобы дети не видели и не вдыхали. Да, да, да. То есть, пассивное курение для детей, конечно, оно, в принципе, ну, равносильно активному курению, как у взрослых, да. Вот. Ну, понятно, что не курить во время беременности. Вот. Что ещё? Ну, и если есть какие-то первые симптомы заболевания, да, то есть, обращать на них внимание, они всё время не обращают. А что является симптомами? Кашель, я не знаю, что там, бледность. Ну, у ребёнка, да, чаще всего кашель. Учащённое дыхание. Кашель, нарушение дыхания при физической нагрузке. То есть, когда он бегает, прыгает, что он, допустим, как-то особенно дышит, не так, как все дети, или не так, как обычно, или не так, как всегда. Ночной дыхание во время сна, да, то есть, храп, например, во время сна. То есть, ну, детей не должен быть в норме. Учащённое дыхание неправильно. И если, допустим, ребёнок как-то быстро устает, да, быстро истощается, теряет интерес к привычным игрушкам. Но это же, может быть, не только связано. Ну, это чаще всего, ну, да, это может быть и лёгкие, и сердце, да. Хорошо, ну, родители умнички, не курят, значит, ребёнок там не вдыхает всё это, так он много чего другого может вдыхать в городе. И вообще, собственно, ну, не знаю, какие рекомендации? Ну, на экологическом, ну, понятно, да, что, понятно, что урбанизация идёт с семимильными шагами. То есть, мы не можем, как бы, ну, поменять атмосферный воздух в крупных городах, да, где есть автомобили, транспорт, здесь какая-то, ну, промышленные объекты. Вот, то есть, тут на экологию мы как-то повлиять, ну, к сожалению, с вами не сможем. То есть, от родителей туда, на ситуации ничего не зависит, но хотя бы вот увозить на летние, как бы, месяцы детей, то есть, ну, в те регионы, там. Обязательно к морю? Нет, не обязательно к морю. Нет, даже деревня бабушки – это идеальный вариант. Ну, то есть, где чистый воздух, речка, озеро и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот все эти астмы, да, истории, когда у ребёнка возникла астма, потом родители боролись, боролись, и вот её в детском возрасте победили. Вот этот компонент, что может, как спусковой крючок сработать, да? Что может быть случиться, триггер. Как не, да, вот как не заработать эту астму, вот какая профилактика? Возможно, и пищевые привычки в том числе. Ну, если в семье, если в семье есть родственники с бронхиальной астмой, особенно если тяжёлого течения, то профилактика, да, гипоаллергенный быт, то есть, гипоаллергенная диета. То есть, гипоаллергенная диета должна быть максимально простой, быть физиологичной. Чипсы, колы? Должны быть один раз в год на Новый год, и всё. Один раз в год. А что, они могут спровоцировать возникновение болезни дыхательных путей? Нет, пищевая аллергия, она может, то есть, бывают такие сильные реакции, что на какой-то приём пищи ребёнок может задыхаться. Ну, то есть, ну, такая сильная бывает аллергия. Ну, к счастью, это бывает редко, но бывает. Вот, поэтому, да, то есть, диета должна быть максимально полезной, вот, простой, то есть, каши. Вы сказали, что инфекции. Ну, мы-то, как бы, привыкли иметь дело с сезонными инфекциями. Они насколько опасны и насколько важно, вот сейчас всё призывают от гриппа прививаться. Правда, среди моих знакомых никому никогда не поставили диагноз грипп. Вот, никогда. Можете мне объяснить эту загадку? Да, на самом деле, грипп – это сезонное заболевание. То есть, каждый сезон, каждую осень. Просто я начинаю относиться скептически к этим прививкам, потому что что мы прививались, что мы не прививались, да, стандартные пропуски школы с высокой температурой, когда нам ставят ОРВИ, они были. Все говорят, значит, оптимисты говорят, ну, тогда бы могло быть ещё хуже, да, пессимисты говорят, что, ну, это как мёртвому припарка. Ну, смотрите, зачем вообще, в принципе, существует вакцинация? Вакцинация существует, ну, зачем прививать людей? Не для того, чтобы они не болели, а для того, чтобы они не умирали от этой болезни. Вот. Так как грипп, в чём, как бы, его коварство, то есть, он так же, как ковид, он мутирует. То есть, каждый сезон выпускается новая вакцинация от гриппа, потому что каждый раз он, как бы, меняет свою структуру, он вид изменяется каждый год. Вот. То есть, он непостоянен. Поэтому, то есть, вакцина прошлого сезона, она не будет действовать на следующий сезон. Вот. Поэтому и в течение сезона, то есть, он тоже может меняться. Вирусы вообще все коварные. Вот сейчас про ковид перестали говорить. Но вы же там и ковид. Но я знаю, что в школах есть случаи, когда дети, возможно, в лёгкой степени диагностируют ковид. Вы сейчас это наблюдаете, что пошло вовремя? Да, заболевания новой коронавирусной инфекции регистрируются сейчас. Ну, как можно действительно защитить ребёнка? Ну что, мы снова маски предложим или изолируем детей от посещения мест, скопления людей, тех же там торговых центров, да, лишний раз не агитировать его? Ну, эпизод этот. Каждую осень, тему, весну всегда есть подъём заболеваемости. Ну, правила, как правило, скажем так, ну, одни и те же. То есть, если себя ребёнок плохо чувствует, там температура, там есть кашель, насморк, то лучше, конечно, остаться дома, да, то есть не ходить, да, никого не задержать. Если, допустим, ему там надо выйти, там, ну, это необходимо очень сильно, то он, допустим, если в местах скопления людей, он должен быть в маске, вот, ну, мыть руки там дома, ну, после возвращения из места общественного скопления людей. В принципе, все ваши советы очень просты. Да, они очень просты, но, на самом деле, при их выполнении, то есть, человек, он обеспечивает безопасность, если он, как бы, себя, что до заболевания не обстраняется, и он защищает других, чтобы они не заразились. Ну, я правильно понимаю, что все приобретённые болезни дыхания, это, собственно, заработанные, и вот вы говорите, курение, подростки начинают, там, баловаться, пробуют, вейпы считают безопасными. Да, но это миф. Это миф, давайте его размеем. Да, на самом деле, вейпы не так безопасны, как кажутся, и, ну, то есть, в нашей стране пока ещё, то есть, нет таких масштабных исследований, но за границей уже, как бы, есть англичане исследуют, что очень часто, ну, во-первых, что вейп, он вызывает зависимость больше, чем никотин, то есть, курение сигарет, оно, скажем так, формирует меньшую зависимость, чем вейпы, вот, очень плохо контролируется, какие вещества находятся в этой жидкости. То есть, и канцерогенные кто-нибудь, хотя и там, и там они есть. То есть, формирование зависимости и поражение лёгких возникает быстрее после курения вейпа, чем после курения сигарет, ну, с табаком. Поэтому они не так безобидны, как кажется, на первый взгляд. Анна Андреевна, сейчас наши зрители, возможно, из области увидели вас и задаются вопросом, а как к такому замечательному доктору на приём попасть? Как вообще в Мурманской областной детской больнице ведётся приём детей? Вот, если, вот, не только в поликлинику, да, или тем более, если где-то ФАБ, а вот, чтобы доктору в стационарном. Ну, смотрите, если, допустим, дети из региона, да, из, ну, из отдалённых уголков нашей области, они могут попасть на приём к любому специалисту, то есть, не только ко мне, то есть, это мой педиатр, это гематологи, это хирурги, то есть, любой специальности, и они могут попасть... По специальному направлению, либо достаточно изъявить желание семье? Оба варианта. Они могут, как бы, ну, сами обратиться, да, за медицинской помощью, они могут обратиться по направлению, они могут пройти какое-то обследование, тоже как по направлению, и так и самостоятельно обратиться. Но с учётом того, что отдалённости, ну, города Мурманска от других регионов, да, есть поезда здоровья, и специалисты нашей больницы, то есть, ну, там, раз в месяц, или раз в два-три месяца выезжают в отдалённые уголки, да, и смотрят пациентов, которые, допустим, ну, по каким-то причинам не могут добраться, ну, до центра. То есть, это разные специальности, ну, по разным направлениям. Спасибо большое. Анна Беляева сегодня была у нас в гостях, врач, педиатр, аллерголог, иммунолог, и мы говорили о болезнях дыхательной системы у детей. Друзья, ну, берегите своих чат. Спасибо большое, Андрей. Мурманск присоединился к всероссийскому марафону донорства крови и костного мозга «Давай, вступай!» Цель инициативы – привлечь молодых, активных и здоровых людей добровольному, безвозмездному донорству по всей стране. Площадкой для акций в Заполярье стала областная станция переливания крови. Порядка пяти тысяч россиян ежегодно нуждаются в пересадке костного мозга. Мурманск – не исключение. Чтобы привлечь внимание к нехватке доноров, в сентябре запустили марафон «Давай, вступай!», в котором участвует порядка 85 городов, в том числе и областной центр. Ежегодно около пяти тысяч человек нуждаются в пересадке костного мозга. Порядка тысяч из них – это дети. Чтобы найти гететического близнеца, это совпадение примерно один к десяти тысячам, а то и больше. И поэтому не каждый пациент на данный момент может найти себе такого донора. И чем больше у нас будет доноров состоять в этом регистре, тем больше шанс у некоторых будет выжить. На данный момент в России насчитывается около 300 тысяч доноров костного мозга. Но этого недостаточно, чтобы помочь всем нуждающимся. Многие не знают, как можно сдать кровь на типирование, а для этого всего лишь нужно пройти регистрацию на портале госуслуг и прийти на станцию переливания крови. У нас на станции любой человек может вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга. Для этого нужно сдать пробирочку, заполнить анкету, заявление. Это может сделать абсолютно любой гражданин Российской Федерации, независимо от того, где он находится. Вступить в ряды доноров крови было мечтой Олеси Колтаковой еще в юности. Сейчас за ее плечами уже десятки процедур. Но на типирование костного мозга она решилась только сейчас. Собирали кровь для сдачи после ДТП, там ребеночку нужна была. Мне не разрешили. До 18 лет мне не хватало месяца два-три. Ну и, собственно говоря, это сподвигло пойти дальше сдавать. Это не очень больно. Ну, во всяком случае, это не больнее, чем сдать кровь с пальца. Марафон «Давай, ступай» завершится в Архангельске. Однако это не значит, что кровь на типирование больше принимать не будут. Ее также можно будет сдать на станции переливания крови. Прямо сейчас реклама на телеканале Артик ТВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги» на телеканале Артик ТВ в студии Александра Ритунская. Шесть девушек из Управления Федеральной службы исполнения наказаний боролись на этой неделе за титул «Лучшие». Сначала они показали себя на строевой и физической подготовке, стрельбах, знаниях закона. Ну, а потом красавицы раскрыли свои творческие таланты. Приготовить еду, присмотреть за детьми, петь, танцевать и даже стрелять из оружия – все это могут сотрудницы УФСИН по Мурманской области. Сегодня они показали свои таланты на региональном этапе конкурса красоты уголовной исполнительной системы. Все участники, участницы достойные, показывают высокую подготовку, и сегодня мы это увидим. В Кольском Заполярье за звание «Мисс УИС» боролись шесть участниц. Сначала они продемонстрировали навыки владения оружием, физическую и строевую подготовку. Затем прошли тестирование на знания законодательства, а в этот раз девушки выступили со своими творческими номерами. Самое главное, наверное, профессионализм. Профессионализм, да, женственность, безусловно. Ну, как же женщина? Это красота, это те такие фундаментальные вещи, которые не приходящие, они идут обычно из семьи. А если культура поведения, культура в быту, культура на работе, на службе, ну, это счастье. Все участницы тщательно подготовились к своим выступлениям. Я очень хотела представить себя, рассказать свою часть истории, и вот именно в своем видеоролике я рассказываю не только о своей профессии, но и о своей семье. Я первая в семье, кто решился идти в уголовно-исполнительную систему, и я горжусь тем, что работаю здесь. Титул «Мисс УИС» на региональном этапе конкурса достался Инессе Князевой. Старший инспектор группы кадров отдела по конвоированию УФСИН Мурманской области доказал и членам жюри, что можно быть талантливой во всем – и в жизни, и в творчестве, и в работе. Друзья, сегодня мы снова поговорим о противопожарной безопасности. Сезон такой. А в гостях у нас Мария Владимировна Семернова, инспектор отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Мурманск. Здравствуйте, Мария Владимировна. Я знаю, что у нас меньше стало пожаров в городе. С чем это связано? С вашим трудом, с той работой, которую вы проводите? Либо есть какие-то объективные причины? Немаловажный фактор – это профилактика. То есть это рейды, придворовые обходы. Также мы с администрацией города Мурманска ходим на места с массовым пребыванием людей. Также им рассказываем про пожарную безопасность, что в БТУ, что в торговых центрах. Также у нас есть профработа. Мы также ходим на объекты, объясняем, показываем, задают вопросы, мы на них отвечаем. А скажите, какие объекты в поле вашего зрения вызывают наибольшее беспокойство? Таких, наверное, особых категорий так точно сказать не могу. Все объекты важны. Гаражные оперативы, заброшенные деревяшки, все-таки особое внимание многоквартирным домам, особенно старому фонду, где проводка уже старая. Особое внимание мы уделяем абсолютно всем. Ну понятно, все равно в зоне риска как-то у нас. Все идет посезонно. Например, сейчас отопительный сезон, это печи, электроприборы. Чаще всего это в частных домах, в гаражах. То есть сейчас становится прохладно, на улице минус. Все включают свои электроприборы, печки, не соблюдают те же самые правила, из-за чего возникают пожары. То есть сейчас можно сказать, что гаражи – это приоритет у нас. А скажите, пожалуйста, все-таки владельцев гаражей, а тем более частных домов, не так много. Чаще всего, наверное, пожары происходят в квартирах. Не меньше. Не меньше, да? Что касается квартиры, вот сколько было у ваших коллег здесь. Все говорили одно и то же, что нельзя оставлять приборы, ну и включенные в розетку. Уходя, все нужно выключать. Не советский лозунг – уходя, гасите свет, а буквально все приборы. А учитывая, каким количеством мы обзавелись все в последнее время, многие это правило игнорируют. А вот вы лично выключаете все из розеток, уходя? Раньше, наверное, я пренебрегала этим правилом, как только устроилась на работу, посмотрев, какие происходят пожары, я, да, каждый раз… Сколько вас это время занимает? И что вы оставляете все-таки в сети? Ну, занимает у меня это меньше минуты, оставляю я буквально самое важное. Это плита, которую я не могу выключить по определенным причинам, и холодильник, который тоже выключить нельзя, потому что все-таки продукты могут испортиться. Все остальное… Телевизор. Телевизор, микроволновые печи. Они такие тугие розетки там. Стиральную машину – все, все буквально выдергиваю из розетки. Потому что были не раз случаи, когда оставляют стиральные машины, да, они в неработающем состоянии, также могут, может случиться возгорание. Ну, пример как? Перепады напряжения. Например, случаются. И, как вот я могу сказать по своему опыту, был пожар, я приехала, девушка спала, сгорела полностью стиральная машина. Причем она выгорела изнутри. Она была не в рабочем состоянии, то есть не работала, не стирала, но при этом розетку была включена. Случилось замыкание, розетка погорела. А вот какой-то совет всем, кто сейчас делает ремонт, может быть, каким-то образом нужно оборудовать разводку в своем доме электрическую, чтобы упростить себе жизнь и минимизировать риски? Ну, первым делом я бы ставила хорошую проводку. То есть некоторые все-таки хотят немножко сэкономить, думают, ну, не видно, закрыто, все работает и так пойдет. А хорошая-то какая? Ну, мне самую дорогую, вот так, да, для домохозяек. Ну, например, алюминиевая. Ну, эта проводка уже давно сей жила, у многих она до сих пор остается. То есть, ну, все под замену. Также, ну, лично я по своему опыту знаю, что лучше каждую розетку отдельно выводить. То есть это обезопасит. Чтобы вот эти выключатели... Да, все верно. Ну, это... Ну, при входе были на каждую розетку. Это моя рекомендация, да. То есть это обезопасит. Также в доме я бы... А вот эти вот тройники всевозможные, удлинители, они тоже попадают в зону риска? То есть я где-то слышала, что в жилом помещении идеально, когда на каждой стенке три розетки. Ну, учитывая количество приборов. А не так, как у нас одна, в нее тройник, из тройника удлинитель. Ну, тройник использовать можно. То есть главное, чтобы там был блок, то есть в случае напряжения, пимпочка, так скажем, она вырегивается, она отключает. Про пилот. Про пилот, а вот которые старенькие такие. Нет. Вообще не надо им им пользоваться? Не желательно, да. То есть лучше сделать... Ну, если мы говорим о том, что ремонт, лучше вывести несколько розеток, рассчитать, где что будет стоять. Да, все равно люди, когда делают ремонт, они же знают примерно, где у них там будет стоять шкаф, где будет стоять телевизор, и под это рассчитать. Потому что, опять же, был пожар. Ну, пугайте, пугайте, мы уже привыкли в этой студии, но все время пугать. И дальше стал там заряжать свои телефоны, наушники, вообще же все у нас... Привычная картина, кстати, ничего такого необычного вы не описали. То есть пилот в пилот, это крайне опасно. Вот так нельзя? Вообще ни в коем случае. То есть для этого нужно вот в отдельные места. Также очень часто у нас в квартирах, на кухне, например, предусмотрена одна розетка. Многие не выводят другие, и они с одной розетки могут подпитаться, да, вот, может, две розетки, там, на одной стороне, на другой. Вот с одной стороны розетка идет, в девятиэтажках особенно, под плиту электрическую. Они от этой розетки выводят... Ну, она мощнее, да, по-моему? Она мощнее, но они выводят с нее еще несколько, как удлинитель, грубо говоря, своими руками. И туда и чайник, и микроволновую печь. Это огромные потребители, и ни в коем случае так делать нельзя. Вот так, товарищи, нельзя. Но, тем не менее, вы все это рассказываете, и гореть стало меньше. Вот за счет квартир или все-таки гаражей? Непонятно пока, да? Это в конце года вы только подобьете. Как-то да, у нас идут пожары, мы, как бы, их отрабатываем. Определенную статистику... Мне просто волнулись многоквартирные дома, что там горит? Ну, вроде вот те же мусоропроводы многие уже решили заварить, ну, как потенциальный источник опасности. Я знаю, что если там председатель ТЗЖ, то они следят, чтобы не было захламления, да, вот, чтобы они заставляли лестничные пролеты. Ну, если брать многоквартирные жилые дома, то это либо курение, либо электрика. То есть, люди... У нас нет такого в законодательстве, да, что нельзя курить дома. Но при этом мы всегда говорим о том, что нужно соблюдать банальные правила пожарной безопасности. То есть, люди, бывает, приходят с работы, отдыхают, могут немного употребить алкоголя, лечь в постель, посмотреть, там, включить телевизор и уснуть. При этом в руках остается сигарета, они с ней засыпают. Таких пожаров раньше было крайне много. То есть, ну, так не буду прям статистику говорить, но не раз мы выезжали. Когда люди и погибали, к сожалению, и удавалось спасать, но при этом квартиры сгорали. Только потому, что человек уснул с сигаретой. Ну, вот. Электрика также не меньше. То есть, кто-то не выключил, у кого-то обычный зарядник от телефона загорелся в розетке. Какой чистотой телефоны и зарядники становятся причиной пожара? Не так часто. Все-таки... Да. И вот, кстати, можно ли самим это тушить? Вот электрический прибор вспыхнул. Что делаем? Смотрите, самое главное наше правило, да, это не навредить себе. То есть, перед тем, как тушить, все-таки быстро надо подумать, сможем мы это сделать или не сможем. То есть, если там, например, загорелось что-то примерно в объеме там мяча футбольного, и мы понимаем, что мы можем потушить, и у нас есть подручные средства. Да. Ну, в идеале, конечно, это дома иметь огнетушитель. Да, он не так дорого стоит, но при этом в каких-то таких небольших возгораниях он очень действенный. То есть, они бывают разные, но я всегда советую углекислотный брать. То есть, он не оставит пыли, например, как порошковый, и за ним не надо будет все это убирать. Особенно девушки, не знаю. Можно на Азоне купить? Вообще, на любых платформах можно купить. Вы прямо сейчас можете набирать и покупать, он недорого стоит. Так. А вот вода там, накрыть, оди. Если мы берем электрику, да, то первым делом нужно выключить электричество, то есть обесточить. Если мы обесточим, мы можем... Ну, не лезть уже в горящее, если там от розетки пошло, к щитку подойти, я так понимаю, уже всю квартиру лучше обесточить. Лучше обесточить, да. И если мы обесточим, то можно и водой. Если как бы не получается и небольшое возгорание, мы можем какое-то плотное полотно, можем чем-то засыпать. Наверное, почти у каждого человека дома есть цветы. То есть, мы можем также засыпать землей. Можем засыпать порошком, солью, содой. Порошком стиральным? Да. Это тоже потушит. Я так понимаю, что если уже пожар в гаражном кооперативе, то там своими силами, наверное, не потушить, потому что там так скучно все застроено, да. Что у нас с гаражными кооперативами? Насколько председатели идут вам навстречу? Насколько они могут, так сказать, собрать всех этих участников, разъяснить? Каждый год мы собираемся вместе с администрацией города Мурманска, собираем председателей гаражных кооперативов и проводим, так скажем, собрания. То есть, не только мы им что-то рассказываем, но у нас и спрашивают. То есть, задают вопросы, мы на них отвечаем. И видно, что тенденция по количеству пожаров, она все-таки уменьшается. Люди прислушиваются, а председатели свою работу выполняют, ну, я скажу так, очень даже прилично. То есть, если раньше люди как-то более халатно относились, то сейчас, даже посмотрев, когда у соседа там сгорел гараж, то другие люди, смотря на его примеры, начинают как-то активизироваться. То есть, мы всегда вот напоминаем самое главное, не захламлять. Чаще всего люди как делают? Они вот все, что дома не нужно, все в гараж, все в гараж. При этом, дабы там все не отсыревало, ставят печи. К печам, например, есть определенные правила. То есть, большинство делают печи сами. То есть, никто не хочет тратить денежку покупать новые печи. Ну, это хорошо, что еще с руками. У нас остались мужчины. Мне кажется, уже сейчас современное поколение ничего само не делает. Делают печи. Да, из-за печей, например, вот сейчас идет сезон, как раз-таки вот из-за печей выгорают полностью гаражи. То есть, если хотите, чтобы ваш гараж обогревался, то покупать надо заводского исполнения. Если чаще всего у нас гаражи деревянно-металлические, то нужно лист класть, да, притопочный, чтобы, если в случае там будут угольки, не угольки, все летело на металл, не было возгораний. Отступы надо просчитывать. Это все очень важно. Многие люди на это как-то не особо обращают внимания. Бывает, что затопят и ненадолго там по делам уедут, оставят без присмотра. Такое тоже делать нельзя. Все-таки это огонь. Нужно как-то за этим внимательно смотреть. Иногда оставляют детей за присмотром, так, чтобы посмотрели. То есть, правила, они созданы не просто так, за ними все-таки нужно как-то следить и соблюдать их. Итак, с начала года у нас сколько зафиксировано пожаров? На данный момент пока 900. И это меньше, чем в прошлом году? Это меньше, чем в прошлом году, да, по статистике, на 3,6%. Ну, я надеюсь, чтобы оставшееся время до Нового года эту статистику не испортила. Я надеюсь, да. Вашими стараниями в том числе. Друзья, я благодарю. Мария Владимировна Смирнова сегодня была у нас в гостях. Инспектор отдела надзорной деятельности, профилактической работы по городу Мурманску, управление надзорной деятельности, Главное управление ЧС России по Мурманску области. Спасибо большое. Спасибо. Старший лейтенант внутренней службы. Тысячу порций горячего и 70 комплектов теплой одежды. Для очередную поставку в зону СВО подготовили женщины, зато Александровск. Это добровольцы, которые уже больше года постоянно поддерживают связь с ребятами на передовой и согревают их домашним теплом. Трехкомнатная квартира обычной многоэтажки становится тесной. От коробок, пакетов и суеты. Штаб, как шутят девушки, работает на полную мощность. К отправке в зону СВО от волонтеров. Зато Александровск готовится новая партия отшитого теплого белья и продуктов быстрого приготовления. Есть варианты, когда по мере приготовленного, а есть и, скажем так, экстренные обращения, которые вот по звонку, что завтра ребята уезжают, дайте что-нибудь. Все, что есть, всегда, пожалуйста, все даем. 30 метров лесовой ткани защитной расцветки – это примерно 15-20 теплых спортивных костюмов. Закупить ткань – это полдела, подчеркивают волонтеры. Конечно, со средствами всегда есть трудности, но спасают и неравнодушные граждане, и семьи военнослужащих. Сборы ведутся также в организациях и даже по знакомым. Но самый трудоемкий момент – это пошив изделий. Если у нас пришел материал еще, то нам нужны руки, чтобы это отшить. Потому что прежде чем мы, допустим, мы соберем деньги, закупим новый материал, но мы должны вначале этот отшить. Поэтому нам сейчас очень катастрофически просто не хватает рук. В этот раз в коробке любовно упаковано 68 комплектов термобелья. Это лонг и кальсоны. Дополнили набор шапки и балаклавы. А также носки, перчатки и нижнее белье. Варежки отшиты из особого материала. Они не просто задерживают тепло. Они позволяют стать невидимым для тепловизора. Изучив изделия подробнее, девушки приняли решение работать над покрывалами. Тепло-изоляционный тест был пройден на отлично. Это все прошивается. Передавали военным ребятам в другой зато, так скажем. Они проверяли, покрывалы действительно работают. Потому что мальчишки накрываются, и действительно не видно под этим покрывалами. Они пробовали там и заниматься, и движения какие-то делали. То есть несколько часов это покрывало держит. То есть оно тепло вообще не выпускает. Заказано и со дня на день ожидается ткань на 50 плащей невидимок. А пока работа рутинная. Отшить, просушить, собрать, отправить. Упаковывают и еще один стратегически важный компонент для успешности задания. Супы быстрого приготовления, которые достаточно развести в кипятке. Они не просто удобны в походах, но и по-настоящему согреют домашним теплом. Уже больше года девушки помогают бойцам. Но ранее группы добровольцев работали отдельно. Теперь же решили наладить более эффективные поставки. Швеи и повара объединились. Ручек, конечно, как всегда не хватает. Но каждый делает по мере своей возможности. Это же не работает. Это от души идет. В меню, как и прежде, суп лапша, борщ, уха по-мурманске, молочные каши, ягодные напитки, сухари и многое другое. Более тысячи порций необходимого пропитания будут доставлены ребятам на передовую. Все для того, чтобы они знали, их любят и ждут. Подробности о том, как оказать посильную помощь, можете узнать у волонтеров «Зато», перейдя по QR-коду на страницу добровольцев. Мурманским кооперативным техникам и студентов второго курса по специальности «Правоохранительная деятельность» вручили на этой неделе шевроны. Символическое событие стало первым в истории недавно открытого в стенах колледжа учебного направления. Красивые девушки и юноши в белых парадных рубашках – студенты специальности «Правоохранительная деятельность» Мурманского кооперативного техникума. Для колледжа это новое направление обучения, а эти ребята считают, что пионеры. Их выпуск будет первым, и они же первыми получают символическую награду – шевроны с названием образовательного учреждения. Такие мероприятия будут проходить раз в год. Каждой новой группе мы по ее заслугам будем вручать вот такие шевроны. Есть первый курс, который мы посчитали еще рановато получать такие шевроны, на котором обозначено и наше учебное заведение, и написано «Правоохранительная деятельность». Пока они еще не заслужили. Надеюсь, заслужат на следующий год. Или такое мероприятие мы им сказали, что если они покажут себя, то к 9 мая мы приурочим к празднику Победы, вот такое торжественное мероприятие. В этот день ребят поздравляют не только педагоги, но и действующие сотрудники органов правопорядка. Так, например, представители региональной Росгвардии читают студентам курса «Лекция», занимаются патриотическим воспитанием. Идти только вперед. Никогда не останавливаться на месте. Поздравляю вас. Курс правоохранительный, но в строю перед гостями немало девушек. Как и молодые люди, многие из них собираются связать свою жизнь с силовыми ведомствами или юридической практикой. Но сперва нужно справиться с приятным волнением от торжественного события. Для нас это очень знаменательный день, к которому мы готовились не одну неделю. Мы очень волновались, хотели, чтобы все получилось так, как получилось, как сегодня. Для нас это знак, что мы достойны. Роль чувствуется и даже какое-то волнение присутствует. Даже, я бы сказал, максимальное. Но вручение шевронов – это уже какой-то новый шаг в жизни нашей и в принципе в жизни колледжа всего. Я считаю, это достаточно круто. Обучение по специальности правоохранительной деятельности занимает 3,5 года, так что скоро в управлении Росгвардии возможно увидят этих ребят, но уже как потенциальных сотрудников. Раньше Снежинка была просто лыжной трассой. Сейчас она превратилась в большой спорткомплекс. Там также организовали экотропу. Пейзажные места Снежинки очень полюбились мурманчанам. Поэтому именно здесь решили построить экотропу с символичным названием «Беличий хвост». Ведь на КП-2 часто встречают этих пушистых красавиц. В прошлом году, в 22-м, в ходе голосования рейтингово, мурманчане поддержали этот проект экологической тропы, создание экологической тропы. Мы понимаем, что наша природа очень сложно воспринимает участие человека, поэтому технологически нам нужно было найти такое решение, чтобы и мурманчане сюда приходили и не наносили вред природе. Помимо дорожек, рабочие установили беседки, лавочки для отдыха, качели и смотровые площадки. Несмотря на то, что тропа задумывалась как летний объект, местные жители уже проводят здесь свои выходные. На винтовых сваях, у нас больше 2000 свай здесь, венчено минимальное влияние на природу и при этом максимальное участие горожан. Объект пока не завершен, но уже сейчас горожане активно гуляют, пользуются экотропой, сидят на смотровых площадках, наслаждаются нашей природой. Протяженность экотропы составила более двух километров. Встроили ее без техники, стараясь не нанести вред природе, а нужные инструменты и материалы рабочие переносили вручную. Сейчас завершается монтаж рекреационных площадок на стила и перил, а в скором времени появятся скамейки и урны. Зальют в этом году здесь и каток. Про освещенную лыжную трассу тоже не забудут. В Полярном студенты посвятили первокурсников филиала Мурманского арктического университета. В основном это будущие судоремонтники, которых с нетерпением ждут на профильных предприятиях муниципалитета. Добро пожаловать на борт, который отнесет вас к студенческой жизни. Пристегните ремни, мы начинаем посвящение в студенты филиала Мурманского арктического университета в Полярном. Перед вами новички судоремонтного дела. Вчерашних выпускников школ будут учить ремонтировать суда и корабли. Правда, пока они лишь пытаются представить и понять, что придется пережить в ближайшие годы. Здесь очень приятные люди. Ты как приходишь, сразу очень комфортно, со всеми быстро познакомишься. А педагоги это просто, ну, даже слов нет, чтобы их описать. Перспективы, можно пойти потом на высшее образование. А вот Кристина уже на четвертом курсе вместе с одногруппниками подходит к финальной точке обучения. Именно они, как старшие товарищи, и проводят день посвящения. Хочется, признаются ребята, чтобы это стало одним из ярких моментов студенческой жизни. А атмосферу в учебной деятельности создадут педагоги. Очень дружный коллектив, добрые преподаватели всегда поддерживают и помогают. Ежегодно в колледже проходит набор на обучение по программам среднеспециального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. В том числе имеются бюджетные места. Наш филиал дает среднепрофессиональное образование. В первую очередь мы готовим судостроителей, судоремонтников, которые будут потом работать на наших судоремонтных заводах в городе Полярном и Снежногорске. В числе преподавателей филиала – специалисты судоремонтных организаций «Зато Александровск», которые обеспечивают ребятам получение практических навыков будущей профессии. Впервые спортсмен в Урманской области стал победителем чемпионата России по греко-римской борьбе среди ветеранов, который состоялся в Кургане. Первое место в своей категории занял мастер спорта СССР по классической борьбе заместитель главного инженера «Мурман Энергосбыта» Александр Титков. Также на этих соревнованиях мастер спорта России тренер-преподаватель Леонид Турушев взял бронзу. Спектаклем «Человеки» по мотивам рассказов Михаила Зоченко театральная студия «Домино» вошла в новый сезон. Яркие, воодушевленные актеры подняли настроение северным зрителям, которых, к слову, был целый зал. «Человеки» встретили зрителей первого в этом сезоне спектакля, поставленного на сцене ДК «Железнодорожников» коллективом театральной студии «Домино». Спектакль с таким названием поставлен по мотивам рассказов Михаила Зоченко. Мы раскрыли максимально эти рассказы, поймали атмосферу этого писателя, который подарил нам очень много улыбок, радости, задора. И чтобы сыграть этот спектакль, нужно поймать некую атмосферу и внутреннее удовольствие. Поэтому у нас перед каждым спектаклем танцы, перед каждым спектаклем кривляния. И это нас как-то подогревает, и мы выходим полностью раскрепощенные на зрителя. Интерактивный праздник так характеризует спектакль его режиссер-постановщик. Углубляясь в терминологию, можно назвать происходящее иммерсионным театром, актеры которого активно взаимодействуют со зрителем. Мы хотим, чтобы зритель был ошеломлен от эмоций, у него был просто здесь всплеск, взрыв, чтобы он был настолько счастлив, что он сегодня находится вместе с нами. Театральную труппу можно сравнить с ракушкой с жемчужинами. Такие здесь все разные, но объединенные одним чувством – любовью к театральному искусству. Театр – это вообще такое место, где тут просто кайфуешь. Ты приходишь на репетиции, и ты очень сильно увлекаешься процессом, и ты просто от этого получаешь кайф. Театр, он помогает как бы раскрыться, избавиться от каких-то зажимов, может быть, от боязни выходить на сцену, выступать перед людьми. Александра, например, играет здесь самовлюбленную аристократку, которая возвышает свою самооценку за счет других. В студии «Домино» Саша занимается уже четвертый год. Когда я пришла в театр, я почувствовала, что на сцене именно я расслабляюсь. То есть я могу выпустить какие-то эмоции свои личные. Мне это ужасно помогало раскрыться внутренне, и мне очень нравилось играть на сцене. Я в будущем хочу связать это со своей профессией. Вы, гражданочка, откуда? Из какого номера? Да! Я из седьмого. Из седьмого? Пожалуйста, оживите! Актеры не просто играют, но еще и учатся через свою игру. Под другим углом смотрят на жизнь. Подчеркивает исполнитель главной роли в спектакле – Данил Стешин. Также и зрители. Я считаю, что зритель для себя тоже может много чего вынести. Как говорил Александр Анатольевич, если спектакль хороший, когда человек выходит из театра, он задумывается. И, возможно, даже в этот момент он примет для себя какое-то важное решение. Вы почему все еще здесь? Я? Да, вы! Вы что тут делаете? У меня спектакль идет! Все, ухожу! Ну, уходите, уходите, быстрее! Всю информацию о спектаклях студии «Домино» можно найти в группе творческого объединения во Вконтакте. Для всех желающих вход на представление свободный. Соткрытие шестого театра «Домино»! Обновление в спорткомплексе «Авангард». Учреждения пополнили квадроциклом. Техника будет задействована для обслуживания нескольких городских футбольных полей. Мало создать стадион и установить искусственное покрытие. Даже за такой травой нужен уход. Несколько раз в месяц ее нужно расчесывать. Делать это вручную почти невозможно. На помощь приходит техника. Чтобы выполнять плановые работы, администрация города закупила для спорткомплекса «Авангард» небольшой квадроцикл. К машине будет цепляться специальная щетка, которая поможет содержать поле, необходимое для тренировок и соревнований кондиции. Закупили машину заранее. Работать она будет уже в будущем сезоне. Напомним, современное футбольное поле открыли у «Авангарда» на Лобово летом этого года. Это квадроцикл, на который не нужны права водительские. Он считается как спортивный инвентарь. Поэтому на нашей базе, так как у нас «Авангард» считается спортивный центр, у нас такой появился спортивный инвентарь, который будет помогать нашим работникам расчесывать поляну футбольную. Потому что у нас еще также находится футбольное поле на Маклакова номер 10. Мы туда его будем перемещать специальным транспортом и будем также расчесывать футбольное поле. На этом все. Встретимся на канале Артик ТВ ровно через неделю для того, чтобы снова подвести итоги. Всего вам хорошего. Субтитры подогнал «Симон»